Рекламно-информационная программа Слушайте доктора Добрый день, это программа «Слушайте доктора» у микрофона Вера Власова. Сегодня в гостях у нас наш бессменный эксперт, специалист, главный врач Афлацентра, врач-инфекционист Дмитрий Леонидович Батаков. Здравствуйте, Дмитрий Леонидович. Вера, добрый день. Вновь мы с вами поговорим о том, что касается лично каждого. Вновь обращаемся мы к вам, как к одному из немногих, кто говорит нам правду, да, ну, со своей точки зрения. Я имею в виду те факты, с которыми мы можем столкнуться, а можем и не столкнуться в нашей повседневной жизни, касаемо нашего здоровья, благополучия, наших ощущений, чувств, да, ну и, конечно, в первую очередь здоровья. Да, сегодня тему мы взяли с вами, это грипп, ОРВИ, наверное, мы тоже зацепим так или иначе в нашей сегодняшней беседе. Виной всему этому то, что начали уже работать мобильные стационарные пункты, где делают прививки бесплатные от гриппа. Нет, я думаю, что, Вера, не виной, а это следствие уже, а вина в том, что грипп и ОРВИ неумолимо надвигаются на нас, стремительно, и поэтому появились, да, мобильные пункты. Да, но это все звенья одной цепи, соответственно, сегодня наша с вами задача это рассказать уважаемым слушателям о том, что же такое грипп, еще раз повторить о том, что такое прививки от гриппа. Давайте по порядку начнем. Грипп, откуда он к нам приходит, почему он приходит сейчас, надвигается, и откуда он приходит? Грипп приходит отовсюду. Ну, традиционно, в последние годы считается, что основным источником гриппа является Юго-Восточная Азия и южные регионы, южные провинции Китая, что самые неблагополучные районы в мире, вроде как бы оттуда. Но в действительности грипп, конечно, может к нам прийти хоть откуда. Россия – страна, где гриппом болеют очень много, ввиду того, что мы самая холодная страна мира. Там вторая часть вопроса какая была? Почему именно сейчас? Ну, потому что становится холодно, потому что становится холодно, ну и, как бы, опережая сразу вопрос, когда чаще всего развивается эпидемия, эпидемия развивается именно не от холода, это уже статистически замечено, она развивается, скажем так, в слякотную погоду, когда идёт перепады температуры от минус пяти до плюс пяти, когда всё тает, когда сырость, когда снег непонятно, то ли мокрый, то ли это вообще не снег, вот, люди промачивают ноги, кто-то, кому-то кажется, что на улице тепло и вроде не обязательно шапку надевать, не обязательно тепло. Или нет привычки тепло одеваться после лета. Или нет, или уже хочется раздеться, ну, весна, если весна, уже хочется раздеться, уже появляются сменные ветра, то есть то тепло, то холодно. Вот эта погода вот такая вот, как её называют, мерзопакостная, когда сверху каплет, снизу течёт, и вообще неуютно, вот она очень благоприятна именно для эпидемии гриппа и ОРВИ. Когда лютый мороз, минус 30, минус 40, все сидят по домам, ходят в шубах, в шавках, в ушанках и в валенках. И берегут себя больше. И берегут себя, да. И контактов бывает меньше. Тогда эпидемия бывает не так сильна. Иногда бывает, что она проходит, ну, мало заметно. А вот в слякотную погоду, конечно, это очень неблагоприятное условие для, точнее, наоборот, это очень благоприятное условие для развития эпидемии гриппа и ОРВИ. Вы помнили, что грипп, как принято считать, в некотором отношении приходит к нам из Азии, из Китая в частности. И учитывая напряжённость там ситуации с населением, да, что очень плотно люди другую распространяются и гораздо больше общаются, чем мы, соответственно, там и заболеваемость должна быть больше. Вот как обстоит ситуация с гриппом, заболеваемостью в других странах? Ну, она обстоит плохо. Ну, то есть грипп – это пандемия, пандемическое заболевание. Пандемия – это заболевание, которое охватывает очень большие регионы, то есть целые материки или, может быть, вообще весь земной шар. Грипп, да, это одно из пандемических заболеваний, которым подвержено всё население Земли. И в Соединённых Штатах болеют, и в благополучной так называемой Европе болеют, и в Африке болеют, и в Юго-Восточной Азии, и в Индии, и в России. Гриппом болеют везде. Где-то отличаются штаммы, где-то отличаются, может быть, течения, подвиды, свиные гриппы, обычные гриппы, ещё какие-то гриппы. Но болеют, в принципе, все. И защищаться надо всем. И Всемирная организация здравоохранения гриппу уделяет очень пристальное внимание. Тем более, что по статистике в благополучные годы умирает примерно 250 тысяч человек в год. Это по всему земному шару? По всему земному шару. А в неблагополучные годы до миллиона человек. То есть от гриппа умирают до сих пор. Грипп – это не такое заболевание, что 7 дней полежал с насморком, и всё прошло. Особенно он опасен для беременных женщин, особенно он опасен для детей, особенно младшего возраста. И особенно он опасен для пожилых людей старше 60 лет, потому что у них грипп… Уже ослабленный иммунитет. Уже ослабленный иммунитет, у них грипп очень часто переходит в осложнение, прежде всего в тяжёлое воспаление лёгких, от которого потом и умирают люди. Поэтому это не безобидное заболевание. Тем более, бывает быстротечная форма гриппа, когда человек может уйти буквально за несколько дней. Ну, в мир иной уйти. И эти формы тоже возможны в России? Да, здесь и сейчас, а не в Кирове. К сожалению, в Кирове умирают люди. Каждый год от гриппа умирают. Да, и не обязательно от свиного. Да, это Дмитрий Леонидович Батагов, наш главный эксперт по самым ужасным историям, которые только можно по разным болезням узнать и вычленить. Ну, правда, жизнь, да, на самом деле, что есть, то есть. Давайте теперь по группам риска ещё раз пройдёмся. Уже сказали беременные женщины. Понятно, что иммунитет тоже не совсем окрепший. У организма несколько другие функции в этот период. Дети юные совсем маленькие, потому что первые периоды социализации, насколько я понимаю, ясен в детском саду. У них тоже ещё иммунная система не отрегулирована. То есть у них реакции на инфекцию, на тяжёлую, которая является гриппозой. Гриппозная инфекция – это тяжёлая инфекция. У них иммунный ответ не отрегулирован, и у них могут быть очень парадоксальные реакции. У них может быть недостаточность иммунного ответа. И также развивается тяжёлая пневмония. У детей может развиваться менингенцефалит с поражением нервной системы от гриппа. От гриппа поражение нервной системы. Могут быть формы в виде кровоизлияния. В общем, там всё может быть так плачевно и ужасно. Да, процент невелик. Процент не очень велик, но он есть. И мы теряем людей каждый год. Насколько невелик процент? Ну, если я правильно помню, там где-то до трёх, по-моему, до пяти. Нет, наверное, не до пяти, всё-таки до трёх. Три процента? То есть это вероятность того, что человек получит... То есть, может, коллеги поправят. Да, но это летальные исходы. Три процента – это летальные исходы, по вашим данным, по вашему мнению? Да, потому что подсказывает моя память. Ну, даже один процент – это много. Ну, то есть, смотрите, если в Кирове, допустим, переболеют 70 тысяч человек гриппом, сколько у нас один процент составит? Это 700 человек. Да, очень много. И третья группа риска – представители уже пожилого возраста. Ну, объяснили мы, почему. Эти особо, скажем так, незащищённые граждане, особо незащищённые люди именно от влияния гриппа, как им прежде всего защищаться? Как их родственникам, друзьям, знакомым, семьям можно помочь этим людям? Делать прививки. Делать прививки. Да, опять-таки напомню, что сейчас работают мобильные пункты. Сейчас можно в очень многих учреждениях здравоохранения получить бесплатные прививки. Но они, насколько я понимаю, начинают действовать не сразу. Объясните, пожалуйста, вот как происходит этот процесс? Ну, у нас, как была уже передача, да, про вакцинацию. Прививку надо делать примерно за две недели до выхода в очаг. Ну, не менее, чем за две недели до выхода в очаг. Вот сейчас у нас эпидемии ещё пока нет, она не объявлена, то сейчас самое время делать. Ну, не знаю, сколько там ещё у нас эпидемия продлится, когда вот у нас слякотная погода начнётся. Ну, давайте предположим, что где-то конец октября у нас выпадет первый снег, и вот начнётся вот все эти катавасии. Это в идеальных условиях, Александр. Это может случиться и раньше. Может случиться и раньше. Может, и позже. Если, ну, давайте будем считать, что первый снег в Кирове выпадет 25 октября. Примерно. Вот и начнётся эта слякотная погода, когда будет вспышка гриппа и ОРВИ. Соответственно, за две недели уже всё-таки сделать эту прививку. Соответственно, если 25 октября ждём первый снег, до 10 октября надо сделать прививку. На 10 октября есть ещё по меньшей мере две недели. Есть, две недели. Да, для того, чтобы принять решение и на самом деле сделать этот шаг. Ну, прививку, конечно, надо делать на фоне здоровья, то есть, чтобы не было температуры, вот, чтобы не было обострения каких-то тяжёлых хронических заболеваний, вот. А так, если всё более-менее ничего, то, конечно, надо идти и делать прививку. Мы уже об этом говорили, но давайте ещё раз повторимся, что если вдруг так случилось, что то, о чём Вы говорите, то есть какие-то простудные заболевания, либо вот обострения хронических заболеваний на этот период пришлось, что делать, как можно в дальнейшем защитить себя? То есть сейчас прививку делать, предположим, нельзя. Но мы понимаем, что очаг болезни близок. Делать прививку после 10 октября, к примеру, в октябре. Делать. Делать. То есть если сейчас человек немножко приболел, он выздоровеет, можно отсчитать, ну, 10-14 дней после этого делать снова прививку, если на тот момент он не заболел, ничего, а эпидемия идёт. Эпидемия осенью может и не начаться, она может начаться весной. То есть она плавно перейдёт с осенней зимы на весеннее время. Тогда обязательно надо делать. Вот. А сколько срок действия прививки, напомните? Год. То есть за следующей осенью можно беспокоить? По гриппу, по гриппозной прививке считается, что год. То есть каждый год надо делать другую, потому что штаммы, которые входят в состав вакцины, они обновляются примерно раз в год. Это появление новых штаммов отслеживается. Всемирные организации здравоохранения даются национальные рекомендации по тому, какие штаммы включать в вакцину. И предприятия, которые производят вакцину на государственном уровне, они к этим рекомендациям, естественно, прислушиваются. Существуют и национальные рекомендации. И уже вакцина обновляется ежегодно. Соответственно, когда был свиной грипп, в вакцину были внесены кардинальные изменения. Насколько важно изменение штаммов знать слушателям, пациентам, тем, кто собирается делать прививки? Насколько это важная для них информация? Насколько важно отслеживать и контролировать? Ну, им может быть и не так важно, медицинским работникам важнее. Но надо понимать, что каждый год грипп может быть другим. И, к сожалению, пока единой универсальной вакцины от всех видов гриппа, ее пока не изобрели. Что-то сообщали японцы, чем-то хвастались европейцы о том, что, ну, вот вроде бы вот скоро-скоро мы сейчас создадим универсальную, которая будет от всех видов гриппа. Но пока в промышленных масштабах это не производится. Поэтому грипп каждый год приходит другой. И вот каждый год все ждут новую испанку, новую пандемию, которая там будет как муровое поветрие и так далее. Но пока вот удается... Сдерживать. Пока удается сдерживать, удается уходить, как-то лавировать. Посмотрим. Вы упомянули о том, что каждый год грипп может быть разным, может быть новым. А может ли быть такое, что, сделав прививку с одними характеристиками осенью, весной у нас появится совершенно другой? Нет, это маловероятно. А вот сделав прививку осенью, следующей осенью, да, уже грипп может прийти с другими характеристиками. То есть если же мы начали делать прививки, то необходимо их обновлять каждый год? Желательно. Сильно желательно. А риск для организма каков в этом случае? Если прививка выполнена не в нарушении инструкции к препарату, то есть учтены все противопоказания, и у человека отсутствуют эти противопоказания, то риска нет. Отсутствует до или после прививки? До, 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 до. До. Ну, то есть я еще раз повторюсь, что основное – это лихорадочное состояние. То есть если у человека температура, на фоне температуры даже маленькой, прививку лучше не делать. То есть лучше подождать, выздороветь полностью, и после этого уже идти и делать прививку. Как еще помимо прививки можно защитить себя и своих близких? Вот я и ждал вопрос. Я к этому не подошла. То есть прививки, конечно, ну, прививки обязательно, да, надо делать, но кроме прививок необходимо заниматься профилактическими мероприятиями, потому что грипп – это такое инфекционное заболевание, с которым мы можем столкнуться все. Поэтому себя надо защищать от инфекционных заболеваний простыми, общеизвестными способами. Самый распространенный – это закаливание, рациональный образ жизни и достаточный сон. То есть если соблюдать эти три вещи, достаточно высыпаться, то есть более-менее нормально питаться и все-таки пытаться отдыхать, то есть не семь дней в неделю в течение нескольких лет подряд работать на износ без отпуска и так далее, потому что это все равно изнашивает организм и иммунитет, скажем так, подсаживается, да? Ну и третье – закаливающие процедуры, конечно, никому не повредили. Если тяжело обливаться сразу ледяной водой, ну, холодной водой, можно использовать контрастную душу, то есть горячую, а холодную. Это очень неприятно, это очень полезно для сердечно-сосудистой системы и для иммунитета тоже полезно. Тут тоже недавно мы говорили про варикозное расширение вен, то есть и для этого тоже сплошная польза, если это делать правильно опять-таки. Да, тоже мы упоминаем, что проконсультируйтесь, пожалуйста, в любом случае со специалистом. У женщин иногда говорят, что как я могу душ, у меня волосы помнутся и так далее, но я знаю других женщин, которые используют шапочки. Да было бы желание, способ найдется. В конце концов, можно делать контрастные души только для стоп, это тоже… Вот, я как раз об этом хотела спросить, потому что… То есть можно ноги до колена обливать. Да, я знаю многих родителей, которые с малолетнего возраста, даже практически сразу после выписки из роддома, малышам делают закаливание именно ступней, ножек, да, проводя под струю холодной воды. Ну, нам, жителям самой холодной стороны мира, сам Бог велел этим заниматься, потому что у нас другого климата не будет, наверное, никогда. Вот нам надо закаливаться, потому что мы живем в самой холодной стороне мира. Нам надо приспосабливаться, адаптироваться к этим условиям. Давайте вот еще очень хочется несколько слов все-таки про закаливание сказать. В чем принцип действия такого способа? То есть, насколько я понимаю, это приучение организма к холодным температурам. Это все или еще какой-то бонус это нам дает? Нет, ну, закаливание, оно уже улучшает кровообращение. То есть все равно… Кровообращение, что нам дает насыщение клеток кислородом? Кислородом и, по крайней мере, на морозе дает шанс не получить обморожение в течение более длительного времени, чем у человека, который не занимается закаливанием. Вот. Ну, до конца, конечно, механизмы не изучены полностью, если так вот на чистоту говорить, да? Неизвестен нам кефал. Но в любом случае ясно, что закаливание адаптирует организм к воздействию холодной температуры, потому что человек ведь заболевает не от самого холода. Ну, то есть, ну, обморожение, да, оно истощает организм, но когда там, ну, как вот говорят, сквозняком продуло, сам по себе сквозняк, он, ну, что, ну, ветер, дуновение ветра и все. Свежий воздух. Да, но длительное воздействие холодного воздушного потока может локально снижать местную защиту, ну, то есть, например, в носоглотке, сопротивляемость организма к воздействию тех болезнетворных микробов, которые у него в носоглотке живут. Вот, в том числе, там могут сидеть и вирусы гриппа в носоглотке. И при длительном холодном воздействии эти вирусы могут, когда ворота носоглотки открываются из-за длительного холода, вирусы могут попасть. А у организма защиты такого рода воздействия нет. Ну, потому что он не адаптирован, он не закаливался. Ну, и все, и пошло дальше. Дальше пошло проникновение в кровь, дальше пошло, это, вирус разбегается по органам, и дальше тяжелый грипп. Поэтому закаливаться надо. Надо закаливаться, будем. А что еще, помимо закаливания, вы можете порекомендовать? Витамины вообще как бы рекомендуют. Ну, кому-то помогают, кому-то не помогают. Ну, конечно, достаточное питание, оно никому еще не повредит. Сбалансированное питание. Да, сбалансированное питание с достаточным количеством витаминов. Может быть, какие-то нужно усилить, именно отдельные витамины. Значит, что вообще для профилактики гриппа, помимо вакцинации, помимо этого? В период эпидемии обязательно надо снизить количество контактов. То есть, встречаться только с людьми, с кем действительно надо. Даже если сама работа, сама жизнедеятельность подразумевает большое количество контактов, их все-таки надо постараться ограничить. А использование маски может сказать? Обязательно, обязательно. То есть, если вы, вот я только хотел сказать, что если вы приходите на встречу с человеком, он сидит, сопливит и кашляет, не грех надеть. Или вы чувствуете, что у вас есть какой-то недомоган. Да, да, да. Не грех надеть маску, которая уже в кармане, и посидеть в ней. Ну, маской пользоваться можно не более 4 часов, через 4 часа надо ее менять обязательно. Срок годности небольшой. Небольшой, да, небольшой. То есть, в одной маске ходить весь день это не надо. В Японии это в порядке вещей, в Южной Корее это в порядке вещей. Но мы постоянно видим по телевидению сюжеты из... Вообще, надеть маску в период эпидемии гриппа, это не эгоизм, а это знак уважения к окружающим, что вы уважаете собеседника и не хотите ни ему проблем, ни себе проблем. Если он к вам относится уважительно, он должен понять. Если он к вам относится неуважительно, ну, как бы, это его проблема. Маска при таких случаях, да, она не повредит. Ограничение контактов мы видим и на государственном, и на муниципальном уровне, когда в период эпидемии гриппа у нас, например, ограничивают занятия в школе, когда в больницах вводят карантин, когда в детских садиках детей просто высаживают там на неделю, пока не стихнет заболеваемость гриппом. Потому что иначе может прийти к тому, что просто весь детский садик уйдёт на больничный, и неизвестно вообще там, чем всё закончится. Это оправдано, это надо делать. И это надо делать на личном уровне. Если в семье кто-то засопливил в период эпидемии гриппа, его надо тоже по возможности изолировать. Есть ли двое детей в семье, например, старший принёс из школы, а младший в садик ходит. Надо младшего или к бабушке, ну по возможности, конечно. Надо младшего к бабушке или старшего к бабушке, но кого-то, в общем, их надо развести. Потому что матери, у кого по двое, по трое детей, они прекрасно знают, что если один приносит, если ничего не сделает, то... Цепная реакция. Так, кроме того, неплохо бы, конечно, приобрести маленькие переносные рециркуляторы, которые обеззараживают воздушную среду, но пока это, конечно... Что это такое, объясняется? Ну, типа ультрафиолета домашнего. То есть прокаливать дома, прожаривать, скажем так, атмосферу дома от воздействия болезнетворных бактерий и вирусов. Вот там единственный момент, что когда используется ультрафиолетовое облучение, при некоторых установках необходимо цветы выносить из дома, ну, чтобы живого в комнате не было. Некоторые допускают даже присутствие и живых организмов. Насколько доступны, и почему вы так засомневались, когда говорили об этом? Дело в том, что, во-первых, там по цене по-разному бывает, во-вторых, я что-то подумал, что для широкого, наверное, всё-таки пользование не стоит так рекламировать, всё-таки лучше, чтобы кто-то из медработников его посоветовал. Насколько я помню, в детских садах были вот такие ультрафиолетовые лампы, и когда всех... И в больницах они, понятно, они в обязательном порядке. То есть для домашнего употребления всё-таки не рекомендовано? Да, и сейчас есть маленькие, портативные. В принципе, поискать для домашнего употребления можно. Они сейчас есть в продаже. Но всё через консультации с врачами. Ну да, лучше всё равно, конечно. Не лучше, а обязательно проконсультироваться с врачом, прежде чем покупать. Но штука для дома во время эпидемии неплохая, очень неплохая. Особенно, когда в доме несколько детей. Один переболел, после него можно дом прожарить и запускать туда младших. Ну или там остальных. А как Вы относитесь к различным солевым лампам и прочим подобным вещам? Они к эпидемии гриппа отношения не имеют. Не имеют. То есть они здесь ничем не помогут? Нет, 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 нет. То есть тут надо именно ультрафиолетовое вздействие. А что ещё? Так, ну и остаётся у нас ещё четвёртый этот способ. Это противовирусные препараты, которые необходимо иметь. Медицинские учреждения заставляют приобретать. Заставляют? Да, заставляют. То есть учреждения должны приобрести для себя? Да, у учреждения перед эпидемией гриппа должен быть определённый запас препаратов, потому что если вступает человек, который остро нуждается в противовирусной терапии, вот прямо здесь сейчас ему должна быть оказана помощь. Там обычно приобретается небольшое количество препаратов, потому что они дорогие, но они должны быть. Противовирусные препараты, по-настоящему противовирусные препараты, эффективны в первые три дня начала болезни. То есть как только по симптоматике человек начинает осознавать? Да, да, да. Чем позднее начинаем лечить, тем эффективность их ниже. Но в первые три дня эффект может быть очень хороший. Очень. Вплоть до того, что можно за два-три дня вылечить тяжёлую гриппозную инфекцию. А как могут работать эти препараты противовирусные, если они не адаптированы по тот или иной вид гриппа? Нет. Они адаптированы. Вот как раз настоящие противогриппозные препараты, они не имеют значения, они не имеют значения вид гриппа. Они относятся к группе ингибиторов нейроминидазы. Как интересно. Вот. Нейроминидаза содержится в любом вирусе гриппа, в любом. Она может различаться по типу, там может быть нейроминидаза-1, нейроминидаза-2, но она есть в вирусе гриппа, который поражает человека. А эти препараты блокируют её, и, соответственно, они блокируют поступление вируса, ну, они блокируют часть вируса, и он обездвиживается. И он обездвиживается, ну, скажем так, давайте на уровне носоглотки, да? Вот. И он дальше поступать не может. Ну, у человека два-три дня горло попершит, небольшие сопельки будут, и всё, без температуры, или температура минимальная, совсем минимальная. Вот. И через три дня он готов к труду, обороне, готов к третьей. Чудеса какие-то вы рассказывали. Ну да, но эти чудеса стоят не менее полутора тысяч рублей. Ого. То есть самостоятельно такую штуку приобрести возможно? Её, вот не знаю, но, конечно, их надо покупать по назначению врачам, потому что... У терапевта можно проконсультироваться? У терапевта можно и нужно проконсультироваться. Там противопоказания тоже имеются, поэтому это, конечно, надо по назначению врача. Но препараты действительно хорошие, они действительно помогают, но их надо принимать грамотно. То есть их самое главное вовремя. Давайте ещё раз расскажем, что такое вовремя, как отличить это вовремя от других состояний человеческих, и что мы сможем предпринять, что человек может предпринять, если таких препаратов чудодейственных под рукой не оказалось. Как ещё можно себя в первую очередь попытаться вытащить из этой ситуации? Так, значит, что такое вовремя? Вовремя это если на территории Кировской области объявлена эпидемия гриппа, прививку не сделали, и вдруг чувствуем, что появился насморк, кашель. И вообще вчера или позавчера, ну в течение недели был контакт с кем-то сопливищем, кашляющим, а скорее всего в период эпидемии гриппа такой контакт был, в транспорте, на работе, в магазине, ещё где-то. Вот. Мы уже должны понимать, то есть даже при первых симптомах мы уже должны заподозрить, и как-то знобит немножко, как-то поламывает, там мышцы как-то вот тянет. Вот мы должны понимать, что скорее, да, вероятность гриппа очень высока. Если на второй день лучше не стало, то надо срочно бежать в аптеку, или сначала к врачу, требовать у него выписки рецепта на противовирусные препараты, идти и покупать. А лучше купить, конечно, заранее. Проконсультироваться заранее, купить заранее. Да, да, и купить заранее. Потому что в период эпидемии гриппа цены, к сожалению, нашими аптеками поднимаются. Ну, как интересно. Конечно. Ну как, это же бизнес. Это сезонный спрос, причём очень острый сезонный спрос. И начинать принимать при буквально первых-первых симптомах, даже когда ещё, может быть, не совсем понятно, грипп это или не грипп. Ну, да. Ну, в общем, девиз один – делать всё заранее. Да, и к врачу проконсультироваться сходить заранее, и профилактикой заниматься заранее. Ну, скажем так, не откладывать. Не откладывать, когда на седьмой день начинается помрачение сознания, когда появляется вообще какая-то непонятная уже красная сыпь на теле, или когда появляются боли в грудной клетке с тяжёлым, изнуряющим кашлем, там уже с зелёной мокротой. Вот до такого-то доводить точно не надо. То есть грипп надо лечить на… Вот буквально вот… Это всё вы сейчас перечислили симптомы тяжёлого гриппа. А вот у нас осталось несколько минут до конца программы, и хочется получить ваши объяснения по поводу таких вот интересных названий. Можно я ещё одну штуку скажу? Да, конечно. Вы сейчас запомните мысль. Англичане проводили исследование и пришли к выводу, что один из очень распространённых путей развития эпидемии – это деньги. Карман, бумажные деньги? Мы сморкаемся, в магазине вытираем нос, достаём купюры из кармана, отдаём продавцу, продавец тоже вытирает нос, достаёт купюры из кассы, отдаёт нам, и через деньги заражение гриппом идёт молниеносно. Поэтому в период эпидемии гриппа надо обращать внимание даже на то, как мы сморкаемся, вытерли мы руку, не вытерли мы руку. Когда мы, ну, мать, допустим, болеет, она должна подходить к маленькому ребёнку, вымыв руки не только в маске, но ещё и вымыв руки, потому что… И антисептический гель, про который вы говорили в прошлой подъёме. Конечно, да, 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 в поездках. Запомнили про деньги. Итак, вернёмся к моему вопросу. Птичий грипп, свиной грипп. Так ли они страшны на самом деле? Что это такое? Буквально в двух словах. Значит, по поводу птичьего гриппа, это моё частное мнение, это не мнение всей медицины. Я думаю, что птичий грипп немножко всё-таки его страшная сила преувеличена. То есть, может быть, он не так страшен. Хотя неизвестно, как он может мутировать в ближайшее время, и он может вернуться в более ужасном виде к нам. К нам на север, мы идём. Ну да, пока он как-то не сильно напугал. А свиной грипп, да, это серьёзное заболевание, к сожалению, уже унёсшее жизни ни одного десятка россиян, в том числе и в Кировской области. Это очень распространённая, к сожалению, форма. И к свиному гриппу надо относиться очень серьёзно. Насколько я знаю, может быть, эта статистика неофициальная, но чаще свиному гриппу подвержены мужчины. Поэтому свиной грипп – это серьёзно. Почему мужчины? Может быть, генетически как-то обусловлено. То есть, иммунная система у мужчин менее… Точнее, скажем так, более ослаблена перед этим, вот именно перед свиным гриппом, перед вирусом свиного гриппа. Пока тоже не очень понятно. Но вот я не видел работу. Почему? Может быть, более компетентно… То есть, пока мнение, которое ещё не заказано. Да, но свиной грипп – это не шутка. Это не пиар средств массовой информации. Там, как говорят, фармацевтические компании проплатили и тому подобное. От свиного гриппа люди умирают. А в чём его отличие от привычного нам уже гриппа? Он протекает более быстро и более тяжело. То есть, вот то, что я говорил, человек может уйти за три дня в мир иной, это вот как раз свиногрипп. То есть, человека приводят уже в тяжёлом состоянии. И бывает успеть просто понять, чего делать. Ну, успеть понять, что перед нами просто так-то… Ну, не просто, а перед нами грипп. Не аппендицит, не чума, ничего. Перед нами грипп. Да, он свиной, но это грипп. И влечить надо грипп. Вот. Когда уже привозят, бывает, что всё. Ну, вы сами подумайте. Первый день у человека насморк кашель, второй день у него кашель усилился. Причём обычный насморк и обычный кашель. Ну, с температурой, да. Да, ну, как мы думаем, 7 дней. Чем у нас мужчины в первую очередь лечатся? Не буду лечить. Перцовочкой. И идут в баню. После этого им становится ещё хуже на второй день. На третий день их привозят уже в полубессознательном состоянии в больницу. На четвёртый день всё. Ну, знаете, такой способ лечения, мне кажется, довольно редок. К сожалению, нет. И в период эпидемии гриппа никакой перцовкой лечиться ни в коем случае нельзя. Это только усугубляет. Это только усугубляет. Расширение сосудов? Там не только расширение сосудов. Алкоголь всё-таки приводит к временному снижению иммунитета, к временному снижению защитных сил. Поэтому о том, что там чего-то кто-то дезинфицирует себе, это всё бред. Да, мы так приглянулись и решили, что на период. Алкоголь профилактирует желудочно-кишечное заболевание, воздушно-капельное заболевание. Алкоголь усугубляет. Никаких перцовок, никаких бань во время болезни гриппом. Но всё-таки алкоголь, будем говорить о том, что это вред. Это его единственная польза, это как наружное дезинфицирующее средство. Других польз у алкоголя нет. На этом, пожалуй, мы сегодняшнюю программу завершим. Сегодня мы говорили об этом таком вроде бы знакомом, но и каждый год обновляющемся понятии, как грипп. Не забывайте, уважаемые слушатели, что рекомендуется всё-таки делать прививки. Это, конечно, личный выбор каждого. Но вот врач, который сегодня передо мной, это главный врач Афлацентра, врач-инфекционист Дмитрий Леонидович Батагов, рекомендует. Правильно? Рекомендую, да. Так что подумайте ещё раз для себя. Ну, строго соблюдаю и противопоказания, и показания. То есть строго по инструкции к препарату. Итак, это была программа служицы доктора. Говорили о гриппе. Всем здоровья хочу пожелать. Данный период, это такой суровый, слякотный, о котором мы сегодня говорили. Будьте здоровы. Да, зима близко. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.